Челябинские полицейские установили личность мужчины, который обезглавил барана на глазах у детей. Кроме того, вычислили и водителя иномарки, который устроил дрифт в сквере на молодогвардейцев. Как они объяснили свое поведение и какое грозит наказание в сюжете нашего корреспондента. В отделе полиции этот мужчина теперь вынужден объясняться. Говорит, перерезал горло барану во время национального обряда, перед тем, как невеста и жених зашли в банкетный зал. Обидеть никого не хотел, был увлечен праздником и о том, что эта сцена может кого-то шокировать, и вовсе не думал. Вот я порезал барана, благословил невесту и жениха, чтобы удачно все было. А я не видел, что там снимают на видео, и я не знал, что в общественных местах нельзя. Я об этом вообще не знал. Причем, как сам объясняет мужчина, он не знал, что рядом есть детская школа танцев. А вы понимаете, что этот обряд могли увидеть посторонние люди, в том числе молодец, милиция? Нет, я не знал об этом. Если я узнал бы, я бы этого не сделал бы. Но как все, как мусульмане на свадьбах режут барана, так же я взял, порезал. Извиняюсь за свой поступок. Напомним, скандал произошел в Курчатовском районе. По словам задержанного, убийство барана было частью свадебной церемонии. Из машины вышли жених и невеста, а у входа в здание их встречали гости с живым бараном. Когда молодые подошли к входу, мужчина перерезал горло животному, а потом откинул ее от туловища барана. Все это было на глазах детей, которые в это время выходили с занятия со школы танцев. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мелкое хулиганство. Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей. А пока одни гости резали барана, другие дрифтовали на белом Мерседесе. И вот водители иномарки тоже установили. На видео, которое было предоставлено очевидцами, не было видно госномер автомобиля. Оперативники провели серьезную работу, подняли записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и смогли установить водителей иномарки. Парень рассказал, что видел, как дрифтуют другие и просто решил попробовать. Но друзья его засняли и выложили в сеть. А он об этом даже не знал. Я очень рассказываю, содеянно признаю свою ошибку и обещаю впредь такое больше не допустить. На него составили несколько протоколов, в том числе и за выезд на полосу встречного движения.